Вы будете в шоке, но это настоящий клон нашей Земли, который нашли ученые. И вполне возможно, что там будет жизнь. В этом видео я расскажу вам о том, что такое экзопланеты, сколько из них потенциально пригодны для жизни, и на каких из них уже сейчас могут находиться живые существа. А в конце видео вы узнаете о планете, которая идеально подходит для жизни людей. Приятного просмотра! В последнее время ученые все чаще и чаще говорят о том, что нашей планете может скоро прийти конец. Выходит уйма фильмов и других фантастических произведений, где авторы размышляют на тему переселения человечества с одной планеты на другую, а современные астрологи находят все больше и больше небесных тел, которые подходят для жизни людей. Но какие планеты подойдут нам для жизни? Я нашел достаточно четкое описание характеристик, которые должны быть у таких небесных тел. Во-первых, предполагаемые планеты должны находиться на комфортном расстоянии от звезды. Этот параметр еще называют зоной обитаемости. Дело в том, что если небесное тело находится слишком далеко от звезды, то на нем будет слишком холодно, чтобы живые организмы смогли там обитать. А если слишком близко, то температура на такой планете будет огромной, и все живое просто сгорит. Второй параметр – звезды вокруг нее должны быть стабильными. Дело в том, что даже наше с вами Солнце часто излучает вспышки, которые вызывают всплеск радиации и магнитной бури. Что уж говорить о других небесных светилах. К примеру, самая ближайшая к нам экзопланета находится в четырех световых годах от Земли. Температура на ней весьма комфортная, но есть одно «но». Дело в том, что звезда, которая находится близко к планете, очень нестабильная. На ней часто происходят бури, которые, ну, очень уж сильные. Одна такая произошла в 2017 году. Тогда вся вода, которая была в форме льда и снега, моментально испарилась. А радиация, если бы там были живые организмы, мгновенно их всех убила бы. Еще один важный параметр – планета должна иметь массу, схожую с земной, чтобы гравитация не сильно отличалась. А также такое небесное тело должно вращаться вокруг своей оси. Еще один параметр – у планеты должно быть расплавленное ядро, и она должна иметь атмосферу. В общем, параметров очень много, из-за чего планет, на которых может быть хоть какая-то жизнь, крайне мало. У вас мог возникнуть вопрос – а что такое экзопланета, о которой я уже говорил? По сути, это такое небесное тело, которое находится за пределами Солнечной системы. На данный момент их открыто свыше пяти тысяч. Но самое удивительное то, что первую из них открыли лишь в 1992 году. Вообще, открытие новых планет – непростая задача. Дело в том, что с Земли обнаружить новые тела достаточно сложно. Часто не хватает мощности телескопов, или другие небесные тела просто перекрывают обзор. Поэтому-то многие страны запускают в космос телескопы, которые предназначаются как раз для таких исследований. Они передают данные на Землю о своих наблюдениях, и уже тут ученые проводят анализ. Вы можете спросить у меня, а какие вообще бывают экзопланеты? Я отвечу – самые разные. К примеру, планет, которые похожи на нашу с вами Землю, очень мало. Ученые открыли уже свыше 1300 газовых гигантов. Что это такое? Это тела, у которых вся поверхность окружена газом. Но самое удивительное то, что температура у таких небесных тел просто огромная. Есть маленькие планеты, атмосфера которых состоит преимущественно из водорода и гелия. Таких ученые насчитали около полутора тысяч. Есть планеты, которые в разы больше, чем Земля. Они могут состоять из газа, горных пород или их комбинаций. Таких открыли свыше 1300. Но мне кажется, вам намного интереснее услышать о планетах земного типа, то есть те, что похожи по своим параметрам на Землю. И таких на 2022 год было открыто 164. Но это далеко не предел. Дело в том, что ученые изучили настолько мало небесных тел, что это количество можно буквально сравнить с каплей в океане. По их прогнозам, планет, которые будут схожими по массе с Землей и расположены в Млечном Пути, примерно 40 миллиардов. Интересно, а сколько среди них будут населены живыми существами? По предположению ученых, около 11 миллиардов находятся как раз в зоне обитания рядом с их звездами. Так что инопланетные существа 100% есть. Вопрос только в том, в какой форме они представлены. Ладно, что-то я пошел совсем не в ту степь. Сегодня видео все-таки не про живые существа на других планетах, а про планеты, на которые мы с вами сможем потенциально переехать. Так вот, ученые обнаружили систему звезд и планет, где есть несколько тел, ну очень сильно схожих с нашей планетой. Система Глизе-667 на самом деле очень удивительная. Дело в том, что в ней целых три небесных светила. Поэтому всю систему разделяют названием на Глизе-667, А, Б и С. Но самое удивительное то, какие обнаружили экзопланеты, вращающиеся вокруг Глизе-667С. Всего их было открыто шесть. И как вы думаете, сколько из них схожи с Землей? Целых три. И вот описание одной из них. В 2011 году учеными была открыта экзопланета Глизе-667СС. Расположилась всего в 22 световых годах от Земли. Она больше, чем наша с вами родная планета, почти в 4 раза. А весит она в 4,5 раза больше. Из-за этого у нее очень мощная гравитация. Можно сказать, любой объект на ней будет весить в 4 раза больше, чем на Земле. Год на Глизе длится всего 28 дней. А звезда, которая освещает и отапливает эту планету, в разы меньше и холоднее нашего Солнца. Так почему ее называют родственницей Земли? Дело в том, что Глизе расположена очень близко к своей звезде. Из-за этого она находится в зоне обитания. Планета получает около 90% энергии, что получает наша с вами Земля. Так что на ней должно быть вполне тепло. Но есть и другая проблема. Глизе всегда повернута к своей звезде одной стороной. Из-за этого одна часть планеты раскалена, а другая, наоборот, очень холодная. Можно сказать, климат на ней просто ужасен. Ученые говорят, что на этой планете есть вода, и она находится в жидком состоянии. А это означает, что там с огромнейшей вероятностью есть жизнь. Правда, и тут есть одно но. Из-за того, что Глизе повернуто все время к своей звезде, на нее действует эффект приливного захвата. А это значит, что возможные моря и океаны находятся все время под эффектом прилива. Ученые поговаривают, что на Глизе может быть атмосфера, схожая с земной. А значит, там может возникнуть парниковый эффект. В общем, на планете могут быть условия, комфортные для существования примитивных форм жизни. Что уж говорить о том, что люди смогут там жить. Я также нашел информацию об еще одной планете. Она называется Глизе 667 CE. Один год на ней длится 62 земных дня. А ее радиус немного больше земного. Правда, масса планеты больше в 2,7 раза, чем у Земли. А значит, опять будут проблемы с весом предметов. Зато эта планета находится в зоне обитания. А значит, температура на ней будет подходящей для земных организмов. Правда, Глизе B имеет ту же проблему, что и Глизе C. Она всегда повернута к звезде одной стороной. Но самое важное то, что эта планета потенциально имеет жидкую воду на своей поверхности. Об этом уже достаточно долго говорят ученые, так что вполне вероятно, что люди смогли бы там выжить. Я уже рассказал вам о том, какие характеристики должны быть у планеты, чтобы они считались пригодными для жизни. Но какие вообще бывают параметры у планет? Многие из них я уже озвучил. Это масса, период вращения, температура и другие. Но есть и те характеристики, которые наиболее полно описывают экзопланеты. Например, индекс подобия Земле. Этот параметр учитывает огромное количество факторов. Туда входит и вес, и размеры, и температура экзопланеты. Значения колеблются от нуля до одного, где единица – это параметры Земли. По сути, чем выше значение, тем лучше для нас с вами. К примеру, у Глизе 667С, о которой я говорил ранее, этот параметр равен 0,84. То есть, по сути, эта планета имеет незначительные отличия от Земли. Что это значит? Да то, что там вполне спокойно могут обитать живые существа, а человек не погибнет в первые секунды своего пребывания. Одни из самых высоких параметров среди всех открытых землеподобных экзопланет – у Кеплер 458b. Значение этой планеты оценивают в 0,88. Правда, у Кеплера есть один недочет. Он находится на границе обитаемой зоны очень близко к своей звезде, а значит, там может быть слишком высокая температура для обитания человека. Еще ученые отслеживают такие сложные параметры, как гидродинамика сглаженных частиц. Это специальный метод моделирования перемещения газов и жидкостей. Он помогает ученым понять, какие примерно на планете климатические условия. Параметр состава зоны обитания показывает, из чего состоят планеты. Значения там варьируются от минус одного до плюс одного. Отрицательное значение указывает на тела, состоящие преимущественно из железа, а положительные – из газов. Земля, к слову, в большей степени состоит как раз-таки из твердых пород. В общем говоря, если параметр близок к нулю, то на планете есть и суша, и какая-то атмосфера. А параметр атмосферы обитаемой зоны указывает на наличие той самой планеты. Так вот, все эти параметры, которые я вам озвучил, у планеты Глизе-667С находятся как раз на том уровне, чтобы там могли обитать люди. Атмосфера там намного плотнее, чем на Земле, а значит, там больше газов. Если на Глизе присутствует кислород, то дышать там будет очень просто. Что уж говорить, планета имеет почти идеальное соотношение твердых пород к летучим газам. А еще там достаточно комфортная температура. Возможно, совсем скоро ученые отправят туда спутник для изучения, чтобы разобраться, можно ли там жить. Но я был в полном шоке, когда нашел научную статью про одну очень интересную планету. Она называется Тигарден. И ее особенность в том, что индекс подобия Земле у нее равен 95%. И давайте я подробнее расскажу об этой планете и системе, в которой она находится. Звезда, вокруг которой вращается это интересное небесное тело, как раз-таки и называется Тигарден. Планета носит название Тигарден-Б. Так вот, расположилась система всего в 12 световых годах от нашей, а значит, она находится совсем близко к Земле. Уровень светимости звезды намного ниже, чем у Солнца, как и масса. Она меньше в 11 раз. А еще эта звезда достаточно старая, ей примерно 8 миллиардов лет. Ее относят к классу красных карликов. А это достаточно большая проблема, о которой я расскажу дальше. Планета Тигарден имеет массу немногим больше, чем Земля. Она тяжелее всего на 25%. А значит, не будет особых проблем с тем, чтобы человек с комфортом там находился. Климат на планете схож с земным на 60%. Ученые с уверенностью говорят о том, что там есть вода в жидком виде, а температура вполне комфортная для человека. Шансы на то, что там есть живые организмы, просто огромные. Но есть достаточно много нюансов, даже с учетом столь большого индекса подобия Земли. Например, год там длится всего 5 дней. За это время планета совершает полный оборот вокруг своей звезды. А еще одна ее часть всегда находится в тени. А значит, температура с одной стороны планеты слишком высокая, а с другой слишком низкая. На планете также может отсутствовать радиационный пояс Ван Алина. Это особая защита от космической радиации, без которой выжить на планете было бы нереально. И ее там, вероятно, попросту нет. И последняя, главная проблема – красный карлик. Как известно, этот тип звезд слишком активен. Там постоянно происходят мощные вспышки, что может легко уничтожить все живое на планете. Так что нельзя с уверенностью сказать, что планета подойдет для жизни. Еще одна интересная экзопланета, которую я нашел – это Кеплер 1649с. Она расположена достаточно далеко от нашей Земли, примерно в трех сотнях световых лет. Год длится 20 земных суток. А вот радиус планеты всего на 6% больше земного. Правда, масса небесного тела выше на целых 20%. Я думаю, вы уже поняли, что это означает. У планеты, которая очень схожа с нашей с вами Землей, есть ряд проблем. Она получает достаточно мало энергии от своей звезды. Из-за этого температура на ней очень низкая и сравнима со средней годовой температурой в Антарктиде. И так по всей планете. Не очень-то приятно, не так ли? Кеплер все время повернута одной стороной к звезде. Так что одна часть нагрета сильнее другой. А еще полностью определить состав атмосферы до сих пор не удалось. И все это при том, что индекс подобия Земле составляет 92%. Очень высокие показатели, не так ли? Но самое поражающее своим сходством с Землей стала экзопланета, которая расположилась на расстоянии 3100 световых лет от нашей Земли. Так что добраться туда будет очень трудно. Но меня поразили следующие факты. Планета излучает видимый свет, а не инфракрасное излучение. А это значит, что на ней есть атмосфера. И она может быть пригодна для жизни. По сути, она светится так же, как и наша Земля. Вокруг нее есть своеобразный ореол. Температура на планете совсем немного ниже, чем на Земле. А это значит, что там есть жидкая вода. Один из главных параметров зарождения жизни. А еще год там длится 378 дней. Что ну очень схоже с нашей Землей. Звезда, вокруг которой экзопланета Кои 456.04 вращается, очень схожа с нашим Солнцем. Ее температура незначительно отличается. А размер больше всего на 10%. Светимость также очень схожа с Солнцем. Радиус планеты на 90% больше радиуса Земли. А значит, и масса ее будет примерно раза в два больше. Но достоверных фактов наличия этого небесного тела до сих пор нет. Ученые не могут с уверенностью сказать то, что планета Кои действительно существует. Но если этот факт все-таки смогут доказать, и окажется, что условия там схожи с земными, то вполне возможно, ученые захотят покорить ее. Остается только дождаться технического прогресса, благодаря которому мы сможем преодолевать столь огромное расстояние. А как вы считаете, нужна ли нам запасная планета? Пишите об этом в комментариях. В этом видео я рассказал вам про самые подходящие для жизни планеты, которые только существуют в мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok